МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Антон Алексеевич, расскажите, когда проходила экспедиция и вообще что она из себя представляла, каковы ее задачи? Экспедиция проходила в июле месяце, с 4 по 19 число. Она была такой международной, можно так сказать, потому что там были исследователи как из России, так и из Украины, и из Белоруссии. Группа такая интернациональная. Основными задачами этой экспедиции была... Основная задача заключалась в том, что нужно было... Мы хотели посмотреть, как изменяются природные сообщества, ну и в целом, как изменяется обстановка на Байкале в связи с изменением уровня этого озера, потому что за последние несколько лет уровень постоянно падает, и эта проблема уже является не локальной такой региональной проблемой, а уже выносилась и на государственный уровень, и уже ни один институт, научные учреждения изучают эту проблему и пытаются разобраться в чем же дело. Но каким выводом пришли в ходе экспедиции? Ну, наша задача, так как все-таки мы не являлись, скажем так, это... Участники этой экспедиции... В участниках этой экспедиции не было людей, которые, собственно, занимались Байкалом этой проблемой очень долго, да. Мы там в Иркутске, в Улан-Удэе есть свои институты, которые занимаются проблемой именно изучения падения уровня Байкала более детально. Мы смотрели все-таки в первую очередь, как изменяются отдельные экосистемы. Ну, в качестве такого маркера у нас... Нами был выбран остров Ярки, или Ярки, как его местно называют, в северной оконечности Байкала. И вот его детально, более детально изучили. Ну, конечно, падение Байкала привело в первую очередь к расширению этого острова. Это было задокументировано как визуально, так и инструментально. Там использовался целый комплекс различных приборов, начиная от GPS-съемки, то есть геодезической съемки, заканчивая визуальным аэрофотосъемкой. Вот. То есть если он раньше представлял из себя группу из нескольких островов, теперь это один большой растущий остров. С одной стороны происходит отступание Байкала, наращивание со стороны самого Байкала, с другой стороны происходит обмеление залива, который носит название ангарский сор. Вот. Он постепенно тоже... Можно в качестве аналога, наверное, наш севаж привести. Только севаж соленый, а он пресный. Вот. Он тоже постепенно отходит. И на берегах этого ангарского сора со стороны острова Ярки, по крайней мере, там прям видны следы заболачивания, что, конечно, является таким негативным фактором с точки зрения природной составляющей. Ну вот, а помимо изучения падения уровня Байкала, еще какие-то исследования проводили? Ну да, естественно, такая экспедиция, она бывает, наверное, один раз в жизни, потому что нам удалось практически две трети Байкала обойти на судне. Все 14 дней, которые длилась экспедиция, значит, мы вышли из Листвянки, это поселок на юго... Населенный пункт на юго-западе Байкала, ближе всего к Иркутску располагается, и двигались на север, то есть обошли практически все западное побережье и половину восточного побережья. Мы, кроме этого, изучали реакцию природных сообществ на других участках побережья, то есть там, где мы проходили. Кроме этого, часть участников экспедиции занималась изучением уже археологического плана на острове... Ой, прошу прощения, на мысе Рытый, это мыс, который находится на западном побережье, где-то посередине Байкала. Есть остатки какой-то древней стены, которые типичные или нормальные археологические обследования не проводились, и мало кто вообще про эту стену знает. В основном вся информация представлена в виде легенд, каких-то свидетельств, больше такого эзотерического плана. Ну вот нами тоже часть нашей команды занималась изучением этой стены. Ну и я, так как я являюсь преподавателем кафедры геоэкологии и природопользования, меня еще, конечно, интересовало в первую очередь, как же на Байкале организована структура национальных парков, потому что именно там находятся одни из крупнейших в России природных заповедников и национальных парков, и Баргузинский заповедник является вообще старейшим в этом плане. И вот с учетом того, что у нас сейчас происходит реорганизация и попытки привести все в цивилизованный вид, всю нашу природу охраны, законодательство и те национальные парки, которые есть, просто вот хотелось для личного опыта посмотреть, как же все-таки это происходит там, где организовано это давно и, грубо говоря, поставлено на поток. Ну вот, кстати говоря, действительно интересно, те знания, которые получают наши ученые в экспедициях, как они применимы в Севастополе, в частности, с этой экспедиции. Можно ли их вообще применять? Ну, вот, да, опять же, из-за того, что наша экспедиция была очень разнородна, разные задачи решались, да, то есть вот конкретно для меня, как представителя от Русского географического общества Севастопольского филиала, вот, конечно, в первую очередь было интересно просмотреть, значит, вот рекреационную составляющую этого региона, вот, опять же, мы встречались с сотрудниками заповедников, встречались с работниками этих национальных парков, которые делились действительно своим опытом по организации работы, потому что, ну вот, на самом деле, несмотря на то, что мы находимся, значит, где-то четверть земного, на расстоянии четверти земного шара друг от друга, да, ну, люди и у нас здесь, и люди там, оказывается, везде одинаковые, проблемы, что и у нас стоят, точно такие же, и точно такие же там проблемы по, там, вывозу мусора, по организации вообще, собственно, проведения отдыха, вот, но, конечно, вот организационная структура и работа, которая проводится там, я думаю, что можно ее взять за, скажем так, такой пример для организации нацпарков у нас здесь, в Севастополе, вот, потому что они у нас тоже здесь есть, и здесь люди работают над этим, ну, всегда есть чем поучиться, и... Ну, действительно, нет предельного совершенства. Да, вот возвращаясь к теме участников, это были люди, вот, как вы, скажем, преподаватели, ученые, или были и студенты? Нет, это были люди, которые, ну, скажем так, студентов не было, было несколько школьников, а, был один студент и несколько школьников, вот, а также были люди с других, по другим направлениям, скажем так, там не только ученые были, были люди, которые просто производственники, был один телережиссер, который, собственно, снимал все это, и готовится даже фильм, я думаю, что где-то через полгода, может быть, он появится, фильм по материалам нашей экспедиции, ну, то есть, как бы, состав был разнообразный, нельзя сказать, что это была сугубо научная экспедиция, РГО, все-таки это организация, в первую очередь, публичная, которая, в которую может вступить каждый, не только ученый, не только географ, то есть, это историки и так далее, и, ну, любой человек, которому интересно изучение нашей Родины, скажем так. Ну, вот, а севастопольские ученые и севастопольские студенты, опять-таки, они принимают участие вообще часто в экспедициях, стремятся рекомендовать? Ну, в целом, в целом, вот, я, опять же, как преподаватель, который работал и при Украине, и при России, могу сказать, что сейчас, конечно, возможностей у студентов гораздо больше, наши студенты филиала уже, вот, постоянно сейчас участвуют в экспедициях РГО, значит, вот, недавно завершилась многолетняя экспедиция, археологическая экспедиция в Козыл-Курагино, где, в том числе и наши студенты на протяжении нескольких лет участвовали постоянно экспедиции, вот, сейчас появилась возможность и в моря выходить на, с, там, тем же самым морским гидрофизическим институтом, вот, ну, по всей стране, да, сейчас путешествуют, вот, сейчас ребята летом вернулись, опять же, с экспедиции в Западную Сибирь и так далее, тому подобное, вот, часть из них это организуется РГО, часть из них организуется, там, другими научными организациями или, значит, организациями, учебными организациями. А гости из других регионов, ученые, к нам приезжают? Конечно, к нам постоянно приезжают преподаватели из Московского государственного университета, профессора, они здесь как читают лекции, так и преподают, вот, опять же, вот, сейчас конец августа, начало, ну, сентябрь, да где-то до середины ноября, октября, это будет время постоянных сплошных конференций, вот, в это время со всей России всегда к нам на конференции, к морю ближе приезжают, вот, это, значит, вот, буквально вскоре, в конце месяца должны прилететь аспиранты из Германии к нам, да, которые будут заниматься проблемами бытового мусора, вот, им интересно, вот, что же здесь у нас происходит, так что... Проблема действительно острая. Ну, да, я сказал, говорю, вы наступили нам на больную мозоль, ну, приезжайте, будем вместе величие. То есть научная жизнь кипит, можно сказать. Научная жизнь, да, кипит, конечно, и, слава богу, мы не варимся в собственном котле, вот, Севастополь, Крым, стараемся, конечно, охватывать, как можно больше. Антон Алексеевич, ну, и заключительный вопрос касается планов на будущее, что связано с экспедициями у вас? Ну, конкретно с экспедициями Русского географического общества планов громадьё, вот, ну, конечно, здесь, в первую очередь, самое главное, это найти финансирование, потому что выделяются постоянно гранты на проведение различных мероприятий, не только экспедиций. В прошлом году, вот, например, опять же, мы участвовали, там, была, так называемая, географическая смена в Артеке, где мы тоже участвовали, вот, сейчас, вот, опять же, мы подали на гранты, вот, опять же, в РГУ. Ну, будем надеяться, что они будут проводиться и дальше, в первую очередь, конечно, наша задача сейчас является изучение природных особенностей, и не только там социально-экономических особенностей нашего региона, вот, по Крыму. Очень тесно мы сейчас сотрудничаем с, значит, нашими аграриями, пытаемся все-таки найти оптимум в оптимальные подходы к ведению сельского хозяйства в условиях изменяющегося климата, вот. Мы сейчас пытаемся, опять же, наладить, вернее, создать какую-то структуру, понятную, или, там, план действий, по которым нам дальше организовывать наши природные, значит, заповедники, нацпарки и так далее, вот. Ну, то есть, планов очень много, экспедиции очень много, вот. И, вот, будучи студентом, у меня было очень много времени, но не было возможности поехать. Сейчас, конечно, возможности гораздо больше, но уже, к сожалению, нет времени, поэтому стараемся студентов приобщить. Ну, я вам хочу пожелать, чтобы планы, конечно, обязательно сбылись, всяческих успехов и научных открытий. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и за интересную беседу. Спасибо. Напомню, об исследованиях на Байкале членов регионального отделения Русского географического общества говорили заместителям декана факультета естественных наук филиала МГУ в Севастополе Антоном Новиковым. Эфир ЭКС продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин